Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня роллы из моей любимой доставки Япоши. Моя бы воля, я просто каждый раз бы заказывала только у них. Но они находятся достаточно далеко, а иногда мне хочется прямо здесь и сейчас быстренько заснять видео и все. Поэтому я заказываю из доставок, которые находятся недалеко от меня. Но сегодня у нас Япоши и вот эти вот спайсы с креветкой, это просто нечто. Я сегодня буду отвечать на вопросы, которые вы задавали под последним моим постом. Кто тоже хочет задать мне интересные вопросы, то пишите под последние фотографии, под вот этой вот. Здесь очень много вопросов, но я некоторое ответила, что отвечу в видео. И вот на эти вопросы я собираюсь ответить. Адалетин, если я правильно читаю, если неправильно, извините. Вопрос. Но для начала скажу, что очень люблю тебя смотреть. Реально, без привлечения, ты большая молодец. Иди дальше, не слушай никого. Но вопрос меня очень давно интересовал. Думала ли ты когда-нибудь вернуть старый формат видео в ютубе, то есть снимать про косметику, что-то рассказывать. Старый формат про косметику, наверное, нет, потому что это мне не дано. Начнем с этого. Конечно, мне бы очень хотелось быть популярным бьюти-блогером, который снимает про косметику. Но мне не получается набрать аудитории на этом. Понимаете? Не смотрят подобные видео. Что касается челленджей, мукбанг с подписчицей и так далее. Это тоже осталось в прошлом. Я выросла, я тоже изменилась. Например, вот смотришь блогера, например, Катю Адушкину. Она сама выросла, но снимает контент для той же аудитории, то есть для детей. Я хочу, чтобы не так. Вот я расту, и вместе со мной растет и моя аудитория. Если мне не хочется снимать челленджи, просто из-за просмотров я себя заставлять не хочу. Для меня ютуб... Это прежде всего отдушина. А потом уже все остальное. Возвращаться назад я точно не хочу. Те форматы, которые я снимала, тоже не хочу. Я хочу развивать свой бумажный канал. Очень хочу полмиллиона подписчиков. Там подписчики очень быстро набираются. Я хочу этот канал развивать. И, возможно, когда-нибудь я удалю вообще канал Айка Эмили, чтобы меня не было видно. И просто буду снимать бумажные сюрпризы на мое лицо, чтобы нигде не светилось. Возможно. А может и нет. То есть посмотрим, время покажет. Например, раньше я рассказывала слишком много личных моментов, которые мне потом выходили боком, так скажем. Сейчас я не хочу это все рассказывать. Меня устраивает все, как сейчас. Многим подписчикам это не нравится. Некоторые пишут, что Айка раньше была более искренней и так далее. Я вас тоже понимаю, конечно. Но это мой выбор. Я не хочу тебя заставлять. Если честно, не было никакого переломного момента, из-за чего я решила больше не рассказывать ничего личного и так далее. Я просто, мне кажется, в какой-то момент повзрослела, стала другой. Начала на какие-то вещи смотреть с другой призмы. И поменяла свое мнение. И все. Больше ничего такого. Роллы невероятно вкусные, честно. Хотя я не очень голодная, но это просто шедевр. Я не знаю, в чем их секрет. Но самые вкусные роллы для меня лично, это у Епоши. Филадельфия какая. Некоторые там пишут, что у Айки влоги стали совсем короткие. Просто снимают на отвали. Нет, на отвали я не снимаю. Просто, вы знаете, когда я снимала по три видео в день, мне писали, да господи, ты уже задолбала постоянно быть в рекомендации. Ты не даешь возможности развиваться начинающим мукбанкерам. Да когда она уже успокоится. Когда всех денег на земле не заработаешь. И подобные комментарии мне писали. А сейчас наоборот мне пишут, вот ты забила, сейчас не снимаешь и так далее. То есть людям не угодить в любом случае. Сделаешь ты хорошо, их не устраивает. Сделаешь ты плохо, их опять не устраивает. Поэтому, наверное, это просто человеческая сущность. Поэтому как бы на такие комментарии, честно, особо не обижаюсь. Все мы люди и кто-то будет доволен, кто-то нет. Криветочка очень вкусна. Следующий вопрос, который задает Wentru. Каким человеком вы восхищаетесь? Даже не знаю, как ответить. Вот меня мотивируют очень люди, которые чего-то в жизни добились. Особенно в моем окружении. Почему-то в большинстве случаев в Азербайджане это по большей части мужчины. Потому что у нас, наверное, больше такая психология, что женщины считают, что самое главное это создать семью, домашний уют и так далее. А все остальное мир пусть покоряет мужик. Поэтому больше, наверное, лиц мужского пола в моем окружении, которые очень многого добились. Опять она, соседка сверху, начала пылесосить. Именно в этой комнате, именно в эту минуту. Она как будто чувствует. Потому что она подписана на мой инстаграм. Она видит, что я пошла снимать мук-мак. И думает, сейчас соберу дом и разберу его. Меня очень мотивируют умные люди. Хотя вот честно, кладу руку на сердце, я себя абсолютно умной не считаю. Ну вот, например, машину, кто мне продал, паренек. Такой вроде, знаете, с виду не симпатичный был. Но вот эту машину Малибу, которую я недавно купила. И так получилось, что мы с ним провели очень много времени вместе. Ну как вместе? В общем, сначала нужно было к... Загонять в автосервис. Потом тест-драйв сделать. Потом мы поехали машину оформлять. А вообще оформление машины находится вообще в другой части города. Это полтора часа ехать туда. Там, после того, как мы туда приехали, мы поняли, что, оказывается, я прописана в деревне. И мне нужно прописаться здесь. Потом нужно было вернуться домой, взять документы, поехать во Сан-Хид-Мет. А потом мы проголодались, сели покушать. Потом поехали. В общем, весь день провели вместе. И вы знаете, паренек был очень интеллектуально развитый. Очень мозговитый. Он в таких тонкостях таможенной разбирался. Он раньше в таможенной работал, как я поняла. Но, в общем, парень реально не промах, очень умный. И вот меня всегда мотивируют такие умные люди. Не обязательно они должны быть успешны в сфере, в которой развиваюсь я. Понятное дело, что это не блогер. Это люди совершенно иных интересов. Но меня восхищают люди умные. А так, если в общем всех брать. Мне очень нравится Юра Дудь. Мне очень нравится Зиверт. Она меня действительно восхищает. Хотя она занимается совершенно другим. Просто она умеет себя преподнести. Мне нравится ее стиль. Как она говорит. Ну, в общем, очень нравится. Из наших азербайджанских... Я даже не знаю, кого назвать, честно. Не то, что мне как-то стрёмно их называть и восхищаться нашими. Нет, ни в коем случае. У нас тоже очень много талантливых артистов и так далее. Просто я очень слабо знакома с их творчеством. Я просто не очень смотрю азербайджанские каналы, вообще азербайджанских блогеров. Но в последнее время только начала смотреть, потому что контента стало мало, уже смотреть нечего. Приходится их смотреть. Надо тайно устроиться на работу к епоше. Боюсь, что тайно не получится, потому что они меня лично знают. И узнать, как они готовят вот эти роллы. Следующий вопрос. Веришь ли ты в дружбу между мужчиной и женщиной? По идее, дружба может быть. Потому что, например, мой друг детства и я, мы с ним общаемся уже сколько лет. Сколько я себя помню, столько мы общаемся. Он меня на 2-3 года старше. И между нами исключительно дружба. То есть ничего лишнего. Там у него были какие-то отношения. Там, не знаю, я советом помогала, что-то подсказывала. Угорала над ним. То есть говорят, что если, например, дружба между женщиной и мужчиной, то это 100% кто-то один любит. Мне кажется, если бывшие дружат, то, скорее всего, да. Кто-то один действительно любит. А если просто это рандомный человек из твоего детства, которого ты воспринимаешь просто как брата, то да, может быть дружба. Но вообще я не стремлюсь заводить слишком много друзей. Даже я, например, иду в спортзал. Там можно с кем-то подружиться, там куда-то сходить и так далее. Там я как-то предпочитаю обходить это все стороной. Я из тех людей, которым просто весело одно из телефонов. Мне норм. Ну, а так дружба может быть. Особенно если вы давно друг друга знаете. Я могу, например, позвонить своему другу детства, когда мне грустно ей рассказать, например, о каких-то своих проблемах. Он обязательно выслушает или он расскажет. Например, друг детства где-то там сидит с пацанами и хочет, чтобы я приехала, его забрала. То есть я могу помочь, прийти, забрать, в чем-то подсказать, чем-то помочь. То есть в плане этого, какая разница, парень или девушка. Дружить можно и с тем, и с другим. Главное, чтобы до этого вас не связывало ничего романтичного, например. Филадельфия очень вкусная. Вы не верят. У нас была парень-девушка. Они просто были друзьями. Просто шикарные друзья. Ну, я, наверное, знаете, немножко ведомый человек. Мне кажется, мой самый большой минус заключается в том, что когда мне друзья говорят, например, это тебе не надо, да ну нафиг тебе, ну все. Не знаю, как-то накручивают меня, говорят свое мнение. У меня это очень жестко оседает в голове. То есть есть такие люди, которые просто слушают мнение всех и остаются при своем мнении. У меня такого нету. То есть если мне долго вдалбливать что-то, что, например, вот он козел, или тот плохой, или это те используют. У меня потихоньку это уже оседает в голове, и я считаю так же. Да, это большой минус на самом деле, но надо признавать свои минусы и недостатки. Ой, господи. Разберем брови. Было очень сытно, вкусно. Я прям наелась. Давайте еще последний вот этот, и все, и закругляемся. На этом все. Огромное спасибо вам, что досмотрели это длинное видео до конца. Если вам не сложно, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свое мнение в комментариях. Всех люблю, целую. С вами была Айка.